Так, Лёрчик, прекращай смотреть мультики и давай завтракать. Папа, тебе было приятно в детстве, когда тебе не давали смотреть мультики на телефоне? Сынок, мне в детстве вообще телефон не давали. У нас был один телефон на два подъезда. Если я по нему смотрел мультики, моих родителей забрали бы психушку. Какое ужасное детство. Вы заметили, что дети всё время сидят в телефонах? Меня недавно на улице узнала маленькая девочка и говорит, «Мам, мам, смотри, дядя из твоего телефона». И хорошо, что папы рядом не было. Во время коронавируса все застряли по своим квартирам. Поэтому я сразу понял, как хорошо во время карантина иметь свой дом. Потому что жена что-то от тебя хочет, дети что-то хотят. Взял вещи и ушёл в свой дом. И в какой-то момент я решил, что нужно использовать это время, в котором мы находимся дома, для того, чтобы сблизиться с детьми. Но вы не представляете, как я ошибался. Сынок, я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели сейчас мультики, на которых выросли твои родители. Как тебе? Ну, погоди. Плохой мультик. Там волк всё время курит и нарушает законы. Голубой! Не хотим играть с тобой! Ну, а как тебе голубой щенок? Пап, это не толерантно. Как тебе трое из Простоквашина? Это несерьёзные родители. Их надо лишить родительских прав. Всё, теперь будем смотреть только правильные и безопасные мультики. У-ху-ху-ху! На фоне! Папа! Папа! Что, 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 что? В моей комнате домовой. Какой ещё домовой? В 6 утра. Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? Закажи ресурс! И действительно, родители на работе так сильно устают, что часто предпочитают, чтобы за их детьми следил телефон и их развлекал. Лишь бы им дали отдохнуть. Моя жена, например, готова отпустить меня куда угодно, если я возьму с собой детей. Дорогая, я пошёл с пацанами в баскетбол играть. Хорошо, только деток возьми с собой. Дорогая, я пошёл с пацанами на рыбалку. Да-да, конечно, только деток не забудь с собой взять. Дорогая, мы пошли с пацанами в стрельб-клуб. Хорошо, только возьми с собой детей. На этом у меня всё. Будьте здоровы, берегите себя и никогда не переставайте быть детьми. Ведь им платят пособия, и они уголовно ненаказуемы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok